Привет, мои девчонки и мальчишки! Ну что, закончилась моя разгрузка вчерашняя на водичке с лимоном с огурцом. Кто-то мне написал, что нужно еще добавить мяту и имбирю, и получится водичка с сасси. Ну что, я так не сделала, я об этом не знала. Ну, я думаю, что ничего в этом страшного нет. Разгрузка прошла, в принципе, отлично. Водичка вышла вчера очень хорошо. Хорошо, вышла, сегодня встала на весы. Получилось у меня минус 2 килограмма 300 грамм. Я думаю, это очень хорошо. Но я на этом не закончу. Сегодня у меня, значит, гречка целый день и зеленые огурцы. Вчера меня еще спрашивали по поводу, вы целый день будете пить одну воду. Я вчера, знаете, так подумала, вначале я начала пить одну воду. Но потом, что-то мне маловато все равно, но желудок-то все равно растянулся, как бы ему мало. Я ела еще огурцы, просто огурцы в прикуску, запивая водой. Вот этот целый день я так питалась. Ну, мои ощущения. Мои ощущения, в принципе, они хорошие. Только, конечно, у меня вчера поднялось давление. Вот в этом плане было не очень. Айс, потому что организму он уже чувствует, что ему еду дают. Как бы, да, он что, постоянно с едой. А тут бац, и еды как бы нет. Одна вода. Огурцы это тоже вода. И вот целый день на воде. И, конечно, ему было не очень приятно. И он вчера у меня, в общем, давление-то чуть-чуть поднял. Ну, ничего, я это все пережила. Сегодня у нас, значит, снова, ну, как сказать, разгрузка. Не знаю, мне кажется, это не разгрузка даже. Но все равно, я считаю, что есть одну гречку тоже не очень. Как-то, знаете, приятно целый день. Но нужно вывести эту воду, и все встанет на свои места. Кстати, вот я буду есть, знаете, как сейчас скажу, вот гречку буду есть, буду есть огурцы, и купила еще вчера кинзу. Я это все перемешаю и буду так кушать. Ну, или вприкуску, как пойдет. Честно, честно. Так, ну что, кто-то пишет там, значит, что я не показываю свой вес, все скрываю, такая я скрытная. Я вообще не понимаю вот этих вот отчетов, когда люди там отчитываются каждый раз, ну, как бы каждую неделю и говорят свой вес. Я понимаю, когда это происходит во время снижения веса. Да, но и во время снижения веса я практически никогда не отчитывалась. Я думаю, что результат мой виден за эти, как сказать, за этот период, что у меня вес ушел. И это видно заметно, если вы посмотрите первое видео. Во-вторых, естественно, я этот год, этот год, это год удержания веса. Просто для того, чтобы мозг понял, что это мой вес. Вот сейчас, на данном этапе, это мой вес. Потому что, когда люди быстро худеют, организм ничего не понимает, что вообще происходит. У него полный в голове раздрайв. Ну, как бы мозг вообще, он как бы, ага, куда эти килограммы делись? У него сразу такой, типа, кипиш. Вот, и чтобы ему дать понять, что это сейчас вес, вот этот, который мы скинули, и он будет у нас сейчас, ну, не всегда, но на данном этапе. Вот. Естественно, к лету я еще хочу, не к лету, а летом я хочу начать снова худеть. Вот. Надеюсь, что у меня это получится. Моя сила воли меня не подведет. И я встану опять на те рельсы, на которых я была год. И хотя бы, хотя бы килограмм, 10-15 я скину. Но некоторые говорят, что мне, типа, надо скидывать до 50 килограмм. Вот это получается, сколько килограмм еще, типа, 30, да? Не, я не то, что не хочу, но я просто не потяну эти 30 килограмм. А вообще я так думаю, а мне это надо? Ну, я просто буду ходить, мумия, которая с обвисшей кожей вообще, как бы вообще она, она вообще превратится в тряпку, но мне как бы это не надо, если честно. Вот, так что я и так себя хорошо чувствую. Если бы мне это мешало, то да, я бы, наверное, там задумалась. Но фитоняшкой, как многие там хотят быть, вот, я не хочу. Мне, мне это вообще ни к чему, мне это не нужно. Я достигла своего результата уже на данном этапе. Как бы до 80 килограмм я дошла, и даже уже ниже. Но, естественно, осталась кожа, какой-то подкожный жир, там, как бы, складки. Это все, это все, естественно, это все нормально. Это нормально, когда вы толстая жирная баба, и потом превращаетесь, как бы сказать, в стройную женщину, да, как мне давно сказали, из коровы не может быть газель. Конечно, не может, потому что это все нужно убирать. А, естественно, ты уже, как бы, чувствуешь, что ты на данном этапе, для тебя это нормально. Потому что ты никогда в этой жизни не был таким, какая я сейчас. Это я для тех, кто, в общем, вы поняли, для кого? Для непонимающих людей. Потому что меня не поймет тот, кто никогда не был стройн, точнее, не был толстым человеком. Меня он никогда не поймет. Он будет сеять на своем, он будет говорить свои законы. Но мне его законы не нужны. Я живу своей жизнью, запомните, раз и навсегда. У меня есть свои цели, я их преодолеваю. Я иду к ним, и уже пришла, и еще хочу идти дальше. Услышь ты меня! Все. А то, что там какая-то корона мне там жмет и давит, ну, это, конечно, смешно и глупо. Хочу еще для тех, кто говорит, что я зазвездилась, сказать одно, что я просто расту. Расту, и вас это, наверное, раздражает. Ну, я думаю, что не стоит раздражаться. Все будет хорошо. Самое главное, чтобы вы тоже росли и развивались. Вот это самое главное. И были впереди планеты всей. Вот это будет ваш успех. Так, ну что, все, я иду дальше. Сейчас у меня уже завтрак. на часах 9-10. Вот даже. Я уже не успеваю. Я уже... Я уже... Я все с вами. Я для вас видео записываю. Ну что, я сегодня на гречке. Завтра опять будет отчет. Кто хочет отчет. Будет отчет, сколько же у меня уйдет на сегодняшний день. Ну и опять же, это, кстати, очень хорошая мотивация, когда ты что-то проговариваешь. Но я в этом плане очень скрытна. Я как-то, знаете, не люблю на этом всем акцентировать. Я не люблю по поводу веса болтать. Вот. А люблю действовать. Так что, девочки, мальчики, мы действуем. Идем к цели. Идем к тому, что мы хотим. И не надо себя прямо, знаете, вот если вы уже достигли чего-то, не надо себя переламывать. Надо просто идти уже небольшими шагами для того, чтобы закрепить результат. Я закрепляю его. Ну все. Мы аплодируем себе. Говорим, что мы умницы, красавицы. Все у нас замечательно. Все. Идем и действуем. Всем пока-пока.